Всем привет! В эфире новости на Универ Ньюс, а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор КФУ подписал соглашение о создании Центра разработок умных транспортных систем с генеральным директором компании КАМАЗ. Какие проекты обсудили на семинаре по сельскому хозяйству в КФУ? Торжественная церемония открытия лыжной базы Елабужского института КФУ. Казанские федеральные университеты ПАО КАМАЗ создают серию беспилотных транспортных средств на основе существующих и перспективных моделей автомобилей. Об открытии Центра исследователей и разработок интеллектуальных транспортных систем наш следующий сюжет. 24 декабря соглашение о создании совместного Центра исследований и разработок интеллектуальных транспортных систем в стенах Инженерного института Казанского федерального университета подписали ректор университета Ильшат Гафуров и генеральный директор компании КАМАЗ Сергей Кагогин. Процессы настолько сложные, считаю, и вот когда Ильшат Равкатович поддался на мои задружеские давления и стал классический университет разворачивать в сторону решения инженерных задач, это оказывается очень востребовано сегодня, потому что наши инженерные задачи даже из предкладной науки уже переходят в более высокий уровень. Те процессы, которые нужно понять, осмыслить в разработке современной техники, они уже точно как довольно сложные, серьезные научные задачи решаются. Перед подписанием документов делегации из Набережных Челнов осмотрела инженерные и технологические лаборатории будущего Центра. Уже в следующие два года совместный Центр приступит к реализации сразу нескольких проектов. Среди них создание инфраструктуры и технологий для беспилотных грузовиков, разработка системы смарт-управления беспилотниками. Также среди перспективных проектов разработчики назвали внедрение искусственного интеллекта в сельхозтехнику. Основой для воплощения совместных проектов КФУ и КАМАЗа станет запущенная им ранее в этом году научно-инженерная консорция, включающая более десятка предприятий, разработчиков основных технологий умных транспортных систем. При этом идея создания нового совместного Центра с КАМАЗом прорабатывалась последние три года. Наш Центр, он же не возник на пустом месте, он сформатировался в течение последних трех лет как минимум, поскольку мы чисто образовательных программ, когда мы готовили специалистов для работы на КАМАЗе, сегодня мы переходим и становимся Центром Разработок, который вместе с научно-техническим Центром КАМАЗа будет работать на конкурентоспособность. Перед университетскими специалистами стоит задача понять, как будет меняться городская инфраструктура, и что нужно сделать, чтобы современный город по-настоящему воспринял беспилотный транспорт. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универтньюс. Казанский федеральный университет ведет ряд научных разработок для сельского хозяйства. Для обсуждения главных проектов направления был организован семинар с участием ректора КФУ. Подробнее в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялся семинар по вопросам о перспективах сельхознауки. Ученые представили ряд проектов ректору КФУ Ильшату Гафурову. В семинаре приняли участие проректор по биомедицинскому направлению Андрей Киясов, проректор по научной деятельности Данис Нургалиев и проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский. Заседание открылось с аналитической справки об исследованиях сельского хозяйства в КФУ. Согласно докладу, КФУ занимает шестое место по России по публикациям в базе данных с КОПУС в направлении сельского хозяйства. В Приволжском федеральном округе второе, а в Татарстане первое. В своем докладе директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская рассказала о современных исследованиях и разработках в области сельского хозяйства в Казанском федеральном университете. Мы не работали до настоящего времени, очень тесно с сельскохозяйственными предприятиями, и на это надо выходить. И мы пытаемся делать различные технологии, которые вели бы к развитию сельского хозяйства, и, конечно же, мы не занимаемся рутиной. На основе докладов ректор Альшат Гафуров поставил задачу для исследователей в этом направлении. Целью является оценка деятельности. Нам нужен механизм анализа и взять за основу что-то. Либо мы, на самом деле, придем и начнем вручную считать, тогда мы это увидим только в формате собственного университета. У других мы это сделать не сможем. Не бывает так, чтобы отрасль была, а подкрепленные отрасль науки не было. Далее последовали подробные доклады по проектам. Среди них использование пироугля, утилизация сельскохозяйственных отходов, цифровые технологии в сельском хозяйстве и другое. В завершение мероприятия были озвучены перспективные направления, такие как проектирование промышленных установок для получения топлива и удобрений, и роботизированная система контроля сорных растений. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. 24 декабря состоялось награждение команд победителей конкурса молодежных видеороликов «Я в мире финансов», организованного Волговятским государственным учреждением Банка России. Подробности далее. Попробовать себя в роли сценаристов, режиссеров, операторов и актеров коротких фильмов, посвященных теме финансовой грамотности, смогли учащиеся и студенты из 11 российских регионов в конкурсе «Я в мире финансов», который был организован Волговятским государственным учреждением Банка России под эгидой региональных министерств образования. Участникам нужно было изучить тему, объединиться в небольшие творческие группы и под руководством педагога создать видеоролик. Все это, конечно, необходимо для того, чтобы уверенно вступать по жизни. И именно уже с юных, с самого юного возраста, нам необходимо эти навыки прививать нашим детям. 24 декабря в здании Национального банка Республики Татарстан состоялось награждение победителей конкурса. Первое и третье место заняли команды Института управления экономикой и финансов КФУ. Об этом конкурсе мы узнали на семинаре. Наша преподаватель Лилия Маратовна об этом рассказала, и нам стало очень интересно. Мы собрали команду, у нас было пять девочек, и начали снимать видео. Мы сделали ролик на тему кредитной карты, потому что очень много людей используют эти кредитные карты и на самом деле не понимают, какие там подводные камни и какие там нюансы заключаются, иногда даже не читая условия договора. Стоит отметить, что в Татарстане конкурс проводился отделением Национального банка по Республике Татарстан и Министерством образования и науки Республики Татарстан. Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюс. Новая лыжная база открылась в оздоровительном лагере «Буревестник». На торжественные открытия собрались почетные гости, руководители и преподаватели – студенты Елабурского и Набережно-Челнинского институтов Казанского федерального университета. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» Елабурского института КФУ появилась собственная лыжная база, укомплектованная современным спортивным инвентариум. В торжественной церемонии открытия нового объекта приняли участие студенты Елабурского и Набережно-Челнинского института, а также руководители учебных заведений и почетные гости. Через стопор лыж, снегоход, и, конечно, это все позволяет очень легко и по-домашнему, по-теплому проводить здесь зимние вечера и забеги. Я думаю, что кто еще на лыжах не вставал, обязательно за эту зиму это сделает. Помимо массового лыжного заезда, студенты двух институтов смогли принять участие в традиционном предновогоднем празднике – зимние забавы. Ребята участвовали в конкурсах, выполняли задания на ловкость и меткость. В рамках открытия лыжной базы состоялось награждение активистов и институтов за значительный вклад в культурно-творческую, спортивную жизнь вуза и активное участие в общественной деятельности. На этом прачечные мероприятия в Елабурском институте КФУ не заканчиваются. В последнюю неделю уходящего года студентов и преподавателей ждет череда новогодних мероприятий. Диана Шилова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универ Ньюз. Чем можно заняться в преддверии Нового года? Например, можно отправиться в путешествие на новогоднем экспрессе в мир танцев. Подробнее об этом в нашем сюжете. В Униксе состоялся ежегодный фестиваль Федерации фитнес-аэробики Республики Татарстан «Новогодний экспресс». Казанский федеральный университет выступил одним из организаторов фестиваля. Наш новогодний фестиваль в этом году называется «Новогодний экспресс». Если вы смотрели мультик «Новогодний экспресс», суть его заключается в том, что самое главное – верить, и тогда все получится, и чудеса случаются в нашей жизни. На мероприятии выступили команды финалистов чемпионата Европы и мира по фитнес-аэробике, а также непрофессиональные команды. Эти команды выступили в дисциплинах степ-аэробика, аэробика, аэробика-пять человек, хип-хоп-аэробика и хип-хоп-большая группа. Мы так учимся друг у друга, мы, во-первых, развиваемся, мы нарабатываем мастерство выступления, потому что, когда выходим на соревнования, дети обычно волнуются студенты, а здесь у них есть возможность посмотреть, показать, быть смелее немного, ну и хорошо провести время. Для участников и гостей были организованы праздничная фотозона, мастер-класс по изготовлению новогодних фонариков, а также благотворительная ярмарка. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok